Вала Щук СД пишет вам эссе, жизнь и рок-н-ролл, Вала Щук СД Всем привет! Театральный сезон продолжается. Побывал на спектакле номер 13D в Московском художественном театре имени Чехова, что в Камергерском переулке, по пьесе английского драматурга Рея Куни. Режиссер Владимир Машков Спектакль номер 13D – это классическая комедия положений. В моем понимании, хорошая комедия положений – это не просто набор курьезных ситуаций или положений, в которые попадают герои, а именно абсурд реакции на эти положения героев пьесы. То есть, реакция этих персонажей на события, происходящие на сцене, не должна соответствовать общепринятой и ожидаемой человеческой реакции на подобные ситуации, а должна быть неожиданной, абсурдной и неприсущей психически здоровым людям, которые не веселятся на похоронах, а на свадьбах не поют заупокойные песни. Поэтому у классической комедии положений в первую очередь должна быть хорошая литературно-драматургическая основа. Но этого мало. Надо еще, чтобы режиссер по своей природе был человеком, видящим смешное в ужасе и абсурде происходящего вокруг нас, а также обладал высокой квалификацией, чтобы подвести и поставить актера на ту самую позицию, с которой этот абсурд хорошо виден, да еще и объяснить ему, как надо среагировать, чтобы было смешно. А актеры, в свою очередь, должны быть такие, которые владеют искусством игры комического представления. Если этого всего вместе нет, то на сцене будет обычное детское кривляние в стиле англичанина Роуэна Аткинса с его мистером Бином, которое кроме сочувствия к подобным актерам ничего не вызывает. Сочувствие в том смысле, что люди не владеют профессией, которую выбрали в жизни. Уметь быть клоуном, не кривлякой, а именно клоуном, то есть уметь играть смешно, по моему мнению, это высшая степень актерского мастерства. Кривляться или ходить с постной рожей по сцене или в кадре и играть самого себя, ума много не надо. Так вот, соединить все это вместе не так просто. Нужен и хороший сценарий, то есть хороший драматург, нужен хороший режиссер и нужны хорошие актеры. И еще нужна режиссерская смелость взяться воплощать все это в жизнь, так как очень просто свалиться в обычное кривляние. Как это уже второй год подряд делают на сцене Московского дворца молодежи, в шоу пошло не так. Дешевое примитивное кривляние, недостойное профессиональных актеров. Это может вызывать смех только у социально недоразвитых или умственно отсталых людей. У нормальных людей это вызывает только недоумение и сожаление о потерянном времени. Какая-то дешевая самодеятельность далеких от театра людей, рассчитанная на глубоких провинциалов и гостей столицы. Ничего слаще морковки не видавших. Я ушел даже не со средины представления, а намного раньше. Поэтому придя на спектакль номер 13D в МХТ имени Чехова, я опасался, что будет то же самое. Но мои опасения были напрасны. Владимир Машков сумел справиться с этой сложной задачей. Было действительно смешно. Я, как начинающий музыкант, смотрю на любые произведения искусства сквозь призму музыки и всегда нахожу некие аналогии, а также все больше понимаю, что законы искусства и его характеристики часто пересекаются вне зависимости от вида искусства. Вот взять, к примеру, музыкальный темп. Казалось бы, музыкальная характеристика вторичная по отношению к мелодии. Но выбор темпа очень важен. Если не угадать с темпом, музыкальное произведение не заиграет. Я имею в виду, не заиграет всеми красками. С каким вдохновением и мастерством вы его не будете играть. Будет либо скучно, либо суетливо. В зависимости от того, какой неправильный темп вы выберете, слишком медленный или слишком быстрый. И только точно выбранный темп полностью раскрывает музыкальную мысль и вызывает у публики предполагаемые автором эмоции. Возвращаясь к спектаклю. С удовольствием наблюдая за происходящим на сцене, я отчетливо увидел, что мои мысли о музыкальном темпе точно так же касаются темпа театральной постановки. Было смешно именно потому, что Машков точно угадал темп спектакля. Он задал очень высокий темп, для выдерживания которого требовалось действительно профессиональное мастерство актеров. И они этот темп с честью выдержали. Отмечу в первую очередь игру главных героев. Народного артиста Игоря Верника и молодого актера Артема Волобуева. А также хочу отметить удивительную пластичность 66-летнего заслуженного артиста Леонида Тимцуника, который позавидуют даже молодые. Остальные актеры также прекрасно воплощали в жизнь задумку режиссера. Ирина Пегова, Паулина Андреева, Кристина Бабушкина, Станислав Дужников, Андрей Бурковский и Евгений Сытый. Им удалось рассмешить людей, несмотря на пятничный вечер. Я имею ввиду конец непростой для многих рабочей недели. Аплодирую и режиссеру и актерам. И я очень рад, что не разочаровался в Машкове как режиссере после его матросской тишины, выдающейся, на мой взгляд, постановки. Теперь я вижу, что ему под силу и комедии положений. Надеюсь, что не разочаруюсь и на спектакле «Ревизор», куда я иду 6 января уже следующего года. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok